10 жутких городских легенд из России По факту Белая стрела, одна из самых популярных легенд 90-х. Считается, что так называлась специально организованная, сверхсекретная правительственная служба, сотрудники которой имели право на физическую ликвидацию особо опасных криминальных авторитетов, привлечь которых к уголовной ответственности не представлялось возможным законными методами. Легенда появилась на фоне многочисленных убийств криминальных авторитетов в квартирах и клубах, Случаи ликвидации путем взрыва машин или убийства прямо на глазах у прохожих также не были редки. Все эти убийства не подвергались тщательным расследованиям со стороны правоохранительных органов, что усиливало подозрения в существовании такого эскадрона смерти. Согласно легенде, библиотека Ивана Грозного изначально принадлежала Византии, ее собирали на протяжении нескольких столетий. После окончательного падения Константинополя библиотека была перевезена в Москву в качестве приданного для Ивана Третьего. Спустя век библиотеку унаследовал и дополнил русский царь Иван Грозный. За время своего правления он дополнил библиотеку книгами Ярослава Мудрого, а также другими ценнейшими образцами литературы тех времен. Осознавая всю значимость собранной библиотеки, Грозный велел соорудить надежный тайник, расположение которого неизвестно до сих пор. Есть лишь предположение, что тайник может находиться либо в Московском, либо в Казанском Кремле, но библиотека не была найдена ни в этих местах, ни где-либо еще. Кроме того, сильные расхождения историков и исследователей по поводу предполагаемой даты постройки и расположения библиотеки вызывают сильные сомнения в ее фактическом существовании. Девочка-фантом из Красноярска. Это городская легенда о неизвестном ребенке, который фигурирует на фотографиях начала 20 века, сделанных в Красноярске. Дело в том, что при изучении архивных фотографий того времени исследователи обратили внимание на присутствие одной и той же девочки на 20 совершенно разных фотографиях, сделанных в разное время, в течение двух лет. Несмотря на достаточно большой промежуток времени, на всех снимках девочка одного и того же возраста, одетая в одну и ту же одежду, с одной и той же прической, в виде длинной косы и неизменно угрюмым выражением лица. Считается, что на снимках душа Красноярска, живущая и блуждающая по городу и по сей день. Городская легенда о Чидинском доме или доме с Кикиморы появилась в Перми в 19 веке. Так прозвали недостроенный, а позднее снесенный дом Елисея Чадина, пермского помещика. Согласно легенде, еще до завершения строительства в доме обосновалась Кикимора, издававшая странный шум. Появление Кикиморы в этом доме объясняется использованием могильных плит при строительстве. По легенде, отпечаток одной из этих плит на именинном пироге хозяина дома и привел к его смерти. Это произошло из-за скупости и жестокости барина по отношению к слугам. Последние, дождавшись именин помещика, испекли для него праздничный пирог на обломке краденой плиты, перевернув его надписью кверху. Отведав именинный пирог, барин умер, и Кикимора стала единственной хозяйкой этого дома. Считается, что во время городского пожара в 1842 году эта Кикимора при помощи сверхъестественных сил смогла спасти дом от возгорания. Легенда о кантонистых самоубийцах повествует о еврейских подростках, которые предпочли утопиться во время массового крещения на Волге, чтобы не отрекаться от иудаизма. По легенде, во время правления царя Николая I в Казани было собрано несколько сот еврейских кантонистов для крещения. На процессе якобы присутствовал сам царь. Во время обряда крещения он приказал иноверцам зайти в воду. Кантонисты ответили царю, слушаемся, ваше императорское величество, вошли в воду и утопились. Исторические источники, на основе которых и была создана легенда, в разные времена сильно противоречили друг другу. И, скорее всего, легенда появилась на фоне жесткой политики императора в сторону еврейского сообщества. Московский метрополитен стал первой сетью метро в СССР. С момента его строительства возникло множество городских легенд, популярных среди москвичей по сей день. Одна из них гласит о появлении кольцевой линии московского метро. Якобы Иосиф Сталин, выслушав доклад о строительстве метро, случайно поставил чашу с кофе на схему станций. Итак, на проекте осталось коричневое пятно с одна чашки, как раз на уровне центра города. Отдельного внимания заслуживает легенда о станциях-призраках. Под сводами столичного метро действительно прячутся три закрытые станции. Первомайская, Советская, Калужская. От них мало что сохранилось, и увидеть их не представляется возможным. Ходят слухи, что при строительстве всех этих станций погибло много рабочих и заключенных, и потому останки замуровали прямо в стены метро. Семь ветров – это легенда об одноименном заброшенном ресторане в Новороссийске. Ранее этот ресторан находился на Андреевском перевале, но был снесен. С этим местом связана местная легенда о призраке девушки, убитой на свадьбе отвергнутым ухажером в середине прошлого века. По рассказам старожил, это был престижный ресторан, в котором часто гуляла элита города. Однажды в семи ветрах играла свадьбу дочь крупного новороссийского чиновника. В разгар веселья в ресторан ворвался отвергнутый невестой ухажер и убил ее прямо на глазах у гостей. После этого в ресторане часто стали происходить несчастные случаи, и вскоре его закрыли. В 2006 году в интернете появилось видео, на котором якобы запечатлен призрак той самой невесты, стоящей на обочине дороги, которая ведет к ресторану «Семь ветров». Несмотря на то, что прошло больше 50 лет, невеста выглядела точно так же, как в день той злосчастной свадьбы. Стояние Зои. Городская легенда, повествующая о событии, якобы произошедшем в Самаре в середине 20 века. История гласит, что жители дома номер 84 по улице Чкалова пригласили друзей в новогоднюю ночь. Во время празднования одна из гостей, Зоя Корнаухова, была единственной девушкой, которой было не с кем танцевать, потому что ее парень Николай задерживался. Когда начались танцы, она сказала, «Если нет моего Николая, буду с Николой угодником танцевать», и направилась к углу, где стояли иконы. Друзья девушки ужаснулись, но она была настойчива. Взяв икону Николая Чудотворца, Зоя вошла в круг танцующих, и вдруг впало состояние, которое сейчас бы назвали кататоническим ступором. Она оставалась недвижимой на протяжении целых 128 дней. Ее невозможно было сдвинуть с места, а икону нельзя было взять из рук. Она будто приклеилась намертво. Простояв в таком положении 128 дней, Зоя умерла на третий день Пасхи. Легенда о Черной Волге была распространена в Польше и во многих городах России, Белоруссии и Украины. В 60-х, 70-х годах прошлого века. В легенде говорилось о Черной Волге с белыми дисками и белыми занавесками, которая якобы использовалась для похищения людей, особенно детей. Согласно разным версиям легенды, хозяевами автомобиля были священники, монахи, евреи, вампиры, сатанисты или даже сам Сатана. Черная Волга похищала детей, чтобы использовать их кровь для продажи в качестве лекарств от лейкемии в богатых западных и арабских странах. В других вариантах говорилось о похищении детских органов. Особенно была популярна версия о похищении почек агентами ГГБ. В конце 20-го века, после развала Советского Союза, легенда об автомобиле, который ездит по городу и похищает или убивает прохожих, обрела новую жизнь. Правда, вместо Черной Волги в новых версиях заняли Черные БМВ и Черные Мерседесы, иногда описываемые как автомобили с рогами вместо зеркал. Памятник Зайчику, спасшемуся от наводнения, установлен в Санкт-Петербурге у Иоанновского моста. Его установили как дань памяти популярной в Петербурге городской легенде о названии Зайчего моста. Да, существует две версии этой легенды. По одной из версий, спасающийся от наводнения Зайц прыгнул на сапог основателю города Петру Первому, когда тот сошел на берег, испричаливший к острову лодки. После этого случая Петр Первый стал именовать Остров Зайчим. По другой версии, Зайц запрыгнул прямо в руки императора, когда спасался от охотящихся на него хищников. Этот случай так развеселил Петра, что он решил дать название Острову в честь этого Зайца. И это были 10 городских легенд из России. Понравилось видео? Тогда ставь лайк, подписывайся на канал и не забывай нажать на колокольчик. А также предлагаю посмотреть тебе, как Стас Давыдов отвечает на школьные вопросы против школьников и топ-5 русскоязычных ютуберов, которые делают видосы на английском.